Здравствуйте, во-первых, уважаемые коллеги. Очень рад, что появилась возможность. Вы пригласили меня выступить на этой конференции. Трудно было не отказаться от этого. В общем, дело в том, что сейчас заканчивается этот год, он финальный год четырехлетнего проекта Российского научного фонда по разработке математического обеспечения для вот таких оперативных прогнозов погоды и качества воздуха в городах. Ну вот сейчас именно на этой неделе так получилось, что нам нужно сдавать итоговый отчет, поэтому немножко времени посетить вот эту замечательную конференцию не получалось. Но я вот какие доклады сегодня послушал, в принципе, очень интересно. Но этот доклад, он, конечно, здесь много математики, но теорем не будет, хотя я могу тут и сослаться на теоремы бывшего заведующего кафедры, который я заведовал. Сейчас она называется вычислительной математикой компьютерного моделирования. Раньше она называлась прикладной вычислительной математикой. И Юрий Семенович Завьялов два года работал заведующим кафедрой в Институте математики имени Соболева много работал. Значит, его труды по сплайнам, в общем, неизвестны. Вот. Ну, я вот сошлюсь, значит, на теорему из книги Завьялов-Квасов-Недрошниченко, значит, сплайны там и моделирование, значит, применение этих сплайнов. Значит, вот тематика этого исследования, она связана с тем, что... Давайте я тут содержание пока покажу. Вот во многих городах, ну, в том числе и в Сибири, часто бывает, ну, очень, так скажем, некачественный состав атмосферы в городах. Ну, вот, например, Красноярск и уже несколько, ну, год, по-моему, пытаются все, вот, проект запустить с пилотным городом, где можно было бы найти какие-то пути, ну, вот, повышение качества воздуха в городе, например, Красноярске, там много предприятий всяких, ну, и плюс такие метеоусловия, что вот эта примесь она накапливается. Ну, значит, я буду рассказывать про программное обеспечение, которое мы создавали вот на протяжении четырех лет. Это, естественно, ну, на примере города Томск, потому что здесь достаточно неплохо развита экспериментальная база. Вот это Институт оптики атмосферы Сибирского отделения Академии наук и Институт мониторинга климата-экологических систем СОРАН. Они, в общем-то, очень много занимаются наблюдениями, качественными наблюдениями, без которых, естественно, при создании математического обеспечения для моделирования погоды, качества воздуха, это, в принципе, невозможно. Поэтому, ну, содержание здесь я указал. Значит, зачем нужны вот эти мезомасштабные модели, про которые здесь написано? Давайте, наверное, следующий слайд перейдем. Ну, вообще, значит, идея использовать уравнение гидродинамики, ну, и термодинамики для моделирования погоды или прогноза погоды. Ну, вот, появилась, так, в общем, у норвежского ученого Беркеса, вот, и вот эта идея, она дальше, в общем-то, развивалась. Вот сто лет назад, значит, Ричардсон, он уже, значит, применял численные методы для исследования прогноза погоды. Его опыт был неудачен, потому что, ну, в принципе, тогда еще не знали, что разностные схемы некоторые, они могут давать, ну, неустойчивыми являются, могут. Ну, в общем, у него как раз и получилось неудачно из-за того, что он, в общем-то, условия такие еще не имел. Но зато он много предложений сделал, каким образом организовывать вот эти вот вычисления для прогноза погоды. Ну, и вот один из первых его идей, одна из первых идей, как применять параллельные вычисления. Ну, вот он такую модель, в общем-то, рассказал или описал в своей книге, значит, стадион, на котором сидят люди с рифмометрами. Тогда на рифмометрах еще вычисления проводились. Ну, и вот каждый сектор, допустим, он какую-то часть вот этой безомасштабной модели вот реализует. Собирает результаты, кто-то бегает их, переносит. Ну, в общем, это вот такая вот, как бы, модель использования параллельных вычислений при численном прогнозе погоды. Ну, дальше, значит, американские ученые достигли, ну, у них был компьютер, ENIAC, один из первых, который появился на Земле. И вот с помощью этого компьютера был сделан первый успешный прогноз погоды. Ну, и дальше вот начали появляться разнообразные модели. Ну, вот я тут опять пишу про безомасштабные модели. Зачем это нужно и почему эти модели, они, в общем-то, нужны, появились. Ну, наши ученые, конечно, немножко попозже, но тоже внесли заметный вклад. До сих пор используется модель или теория подобия Монинова-Обухова для призадания граничных условий на поверхности. В общем, любая модель, она без этого обойтись не может. Ну, и вот модели, они для прогноза погоды или атмосферы, они делятся на разные масштабы, макро, мезо и микро. Макро-модели, это обычно модели, которые проводят моделирование движения воздуха на всей Земле, на земном шаре. Плюс у этих моделей какой, что они, для них не требуются граничные условия, боковые, потому что, ну, понятно, шар, он такую форму имеет, что, значит, вот это вот как бы не нужно искать. Вот. Мезомасштабные модели, это модели, которые как бы представляют собой некоторую вырезку для определенного участка на земном шаре, где моделируем тоже атмосферные процессы, но здесь уже нужно задавать граничные условия, и вот эти модели, они здесь связаны между собой, потому что, как правило, из наблюдений, граничных условий получить сложно, ну, наблюдений очень мало на земном шаре, даже в тех развитых странах, а вот макро-масштабные модели, они могут обеспечивать вот этими граничными условиями, мезомасштабные модели, ну, и микромасштабные, которые ориентируются, скажем, на исследование движения воздуха в каком-то участке города, ну, берем какой-то участок, например, сейчас дальше будет картинка, например, вот здесь, это участок города Томска моделировался в свое время, который находится напротив лагерного сада, это называется у нас район трехдевятых, три девятиэтажных дома стоят, ну, и вот рядом улица Ленина, Нахимова, и вот каким образом тут движется воздух в этом, в этой микромасштабной модели, она здесь моделирует. Вот. Значит, естественно, чтобы хорошие результаты по моделированию получать, требуются достаточно подробные сетки, но вот, к сожалению, вот эти вот глобальные модели для всего земного шара, они обеспечивают сейчас разрешение, ну, где-то километров 10-20, это шаг сетки, это очень большой, это представьте, что, вот, например, в такую ячейку, ну, практически весь город Томск попадает, ну, или несколько ячейок, и происходит достаточно такое осреднение по ячейке, и многие эффекты, они просто пропадают, и модель их не может, значит, схватить. Поэтому, вот, используются мезомасштабные модели, они с более высоким разрешением позволяют моделировать, ну, определенные процессы. Модели, они взаимосвязаны, все между собой, мезомасштабные модели без моделей глобальной циркуляции, они существовать не могут, потому что нужны начальные условия и граничные условия. Ну, и то же самое можно сказать про микромасштабные модели. Немножко вперед двинемся. Так. Ну, вот, значит, вот мезомасштабные модели. То есть здесь прямо показано на картинке, что это какой-то участок атмосферы, значит, внизу рельеф поверхности земли. Значит, эти модели, они с достаточно хорошим разрешением, и используются для моделирования, ну, вот здесь горные ветры, бризы, шквалы, там, порывы ветров, городская циркуляция, туман, интенсивные осадки. Ну, вот, кое-что из этого я покажу, как вот развиваемая нами модель, она может схватывать или нет. Ну, есть успехи или нет таких. Модели эти развиваются. Практически в каждой стране такие модели создаются. Ну, если смотреть, значит, США, то там в основном при университетах это делается. Значит, в России пользуются моделью Космору. Это модель, которая создана консорциумом европейским, ну, на основе модели метеослужбы Германии. Вот. Ну, так получилось, что по этому проекту, в общем-то, мы много внимания уделяли, ну, вот именно математическим основам разработки вот таких вот моделей для подробного моделирования атмосферы. Ну, вот, модель Гидромедцентра, она с 2009 года используется. Вот это вот Космору. Значит, шаги сетки менялись от десятка километров до одного километра. Ну, я так скажу, сейчас дальше картинки будут. Вот две картинки, не знаю, видно там или нет. Значит, вот в левом нижнем углу это моделирование в европейской части России. Ну, там вот Сочи внизу, справа там Екатеринбург, если это видно. Вот здесь разрешение два километра. То есть шаг сетки два километра вычислительный. Над Москвой моделируется шагом один километр. Вот. А если посмотреть всю, вот справа наверху, часть России моделируется, то вы увидите, внизу подписано шесть километров. Это вот прогноз, который дает модель Космору на сегодня. Ну, вот здесь шесть часов UTC. Это по Гринвичу. Если еще мы всем добавим, то получится где-то вот в тринадцать часов дня вот такой прогноз. Ну, это температура воздуха на высоте два метра. Ну, в общем, то, что нас сейчас интересует. Зима, холодно. Вот. То есть видно, что эти модели, они используются, но вот разрешение все-таки позволяет. И там и ресурсы достаточно хорошие, вычислительные. Потому что чем меньше шаг сетки, тем больше объем вычислений. И на это будет тратиться время. А прогноз актуальным является, если он там делается за несколько минут. Нельзя делать прогноз, который устаревает по мере того, как вот он получился. Но вычислений много на это тратится. Но ресурсы в гидрометцентре есть, поэтому все нормально. Ну, видите, что по всей территории, конечно, еще разрешение не такое достаточно подробное. Простите, не используются ли сети с неоднородным масштабом? То есть там, где нужно более точную информацию делать? Используются, конечно. Одновременно, да? То есть на равнинном участке можно делать масштаб меньше рядом? Да, это делают, да. Например, значит, ну вот наша сейчас модель, которую мы, как говорится, используем ее в качестве ведущей, она вот с разным разрешением по земному шару моделирует. То есть используются, конечно, разные подходы. Ну, дальше я расскажу. Вот доклад, он посвящен описанию математического аппарата, моделей, численных методов, распараллеливания, как мы это все делаем с двумя моделями. Одна – это модель прогноза погоды, а вторая модель – это связанная с переносом загрязнений, с химическими реакциями. Она называется CTM, а ту модель мы назвали TSU-NM3. Ну вот как-то так, значит, достаточно высокое разрешение. Меньше уже разрешения, чем вот здесь указано горизонтальное, смысла большого нет. Ну, в смысле, как говорится, можно и в этом направлении двигаться, но тогда придется разрешать дома высотные, например, которые свое аэродинамическое сопротивление имеют. Ну, в общем, будет очень сложно. Сейчас пока вот город, он представляется такой поверхностью с эффективной шероховатостью. Ну, как бы, ну вот лес, например, у него своя шероховатость, поле там своя. Ну, для города тоже вот в зависимости от застройки вводится такая шероховатость, пользуясь тем, что все-таки шаг сетки достаточно большой. И вот осредняя по этой ячейке, то получается, можно эффективной широковатостью пользоваться. Хотя уже, конечно, двигаются и в направлении разрешения, учета вот городской морфологии, то есть каким образом там здания, улицы и так далее. То есть этим занимаются. Процессы, которые модели должны учитывать, значит, здесь они указаны. Здесь и осадки, и облачность, и загрязнение. То, что поверхность, она и неоднородная, и может быть там разного типа категории землепользования. Значит, солнечная радиация, длинноволновая. Ну, вот это все должна учитывать современная модель. Ну, и вот здесь приведены основные уравнения. Здесь видно, что, ну, это уравнение, как говорится, на въестоксе, ну, уж осредненные, там, рейнольдса, можно сказать. Вот, то есть, ну, вот такие вот своеобразные уравнения, которые нужно решать численно. Естественно, поскольку происходят процессы тепла, теплообменов в атмосфере, это тоже учитывается, турбулентность, естественно, в приземном слое тоже такого вот уравнения, ну, похожего типа, так их называют часто уравнения конвекции диффузии, неоднородные, нестационарные. Ну, вот здесь они приведены. Отдельное внимание в проекте было уделено моделированию фазовых превращений влаги в атмосфере. Ну, вот была простая модель, которая называется модель теплого дождя. Она работает для только положительных температур, а это где-то до высоты 1 километр над земной поверхностью. Ну, в принципе, как говорится, эта модель, она есть во многих, так сказать, развиваемых мировым сообществом моделях. Ну, она, наверное, больше как учебная такая используется. То есть здесь, вот, если посмотреть, какие процессы она описывает, вот образование облачности, из облачности может, значит, выпадать дождевые осадки, значит, всякое испарение осадков, например, опять водяной пар и так далее. То есть вот эти все процессы, они описываются. Ну, для того, чтобы в условиях Сибири описывать уже, как говорится, и выпадение снега, там может быть и града, значит, здесь была использована, развита корейскими учеными, Хонгом и Лимом, модель, которую они специально для американской модели Weather Research and Forecasting создали. Ну, это вот достаточно хорошая схема. Она рассматривает 6 состояний водяного, водяной пар, облачная влага, дождевая, частицы в облачности, ледяные, снег, крупа, ну и вот, в общем-то, она достаточно неплохо моделирует выпадение, ну, фазовое состояние осадков. То есть снег выпадает, или дождь, или может быть, там, и дождь, и снег. В общем-то, в принципе, это все возможно. Вот это уравнение этой модели, ну, в общем, они такого же типа, как и предыдущие в основном. Ну, где-то, значит, есть турбулентная диффузия важна, где-то важным является, ну, поскольку это частицы, там, снег, дождь, капли, оно может оседать. То есть, поэтому добавительные слагаемые здесь добавлены. Значит, естественно, что эту задачу придется решать с граничными условиями начальными. Ну, начальные условия, внизу написано, мы используем модель, оперативную модель численного прогноза погоды ПЛАВ. Про нее сейчас будет немного рассказано. Эта модель тоже используется гидрометцентром для прогноза погоды. Это именно российская разработка из Института вычислительной математики имени Мурчука. Вот главный разработчик – это доктор физмат-наук Михаил Андреевич Толстых. И вот эти данные мы используем в качестве начальных и граничных условий. Ну, остальные, отдельное внимание нужно отметить на боковых граничных условиях, потому что тут вычислительные условия так называемого радиационного типа. То есть, все возмущения вычислительные, которые появляются, там, за счет округления, там, схемы внутри области моделирования, расчетов, они должны выходить через границы, не отражаясь. То есть, не накапливая, не расшатывая, так сказать, наши вычисления. Ну, вот такие условия здесь, они реализованы, используются. Ну, а на поверхности, как я вам говорил, без соотношений теории подобия Монина-Обухова, никак никто сейчас обойтись не может. В общем-то, все эти используют этот результат. Есть, правда, там экспериментальные функции, которые вот используются для задания граничных условий. Ну, вот здесь тоже я пытался результат прогноза модели ПЛАВ. Вот есть сайт, где, в принципе, тоже можно смотреть и, значит, наблюдать. Значит, у нас есть соглашение с гидромедцентром, и вот эти данные, они ежесуточно, два раза в сутки выкладываются на наш сервер. Ну, и мы, в общем-то, их используем в своем... Можем, в принципе, ежедневно тоже проводить прогноз погоды, качество воздуха. Ну, пока вот только для города Томска мы ориентируемся. Ну, вот эта модель, значит, ее разрабатывали, ну, уже достаточно давно, то есть, я уже, думаю, больше 20 лет. Вот. Ну, вот какую информацию мы с этой модели берем. Здесь вот написано и объемные поля, и, значит, приземные значения тут, и температура, скорость, ну, в общем, разные метеорологические параметры. Ну, естественно, что все всегда считается на суперкомпьютерах, вот в этой науке, потому что, ну, в общем-то, сетки достаточно подробные, и вычисление, объем очень большой, поэтому очень важно разрабатывать эффективные параллельные алгоритмы. Здесь на фотографиях показан старый новый сегменты суперкомпьютера Томского государственного университета Сайберия. Он появился в 2007 году в результате, значит, выполнения инновационной программы, и долгое время он был лидером, ну, целый год в России первое место занимал. В мире он был 105-й по мощности своей, ну, сейчас он где-то у нас на 25-й строчке в России уже находится. Хотя вот модернизация была, был только старый сегмент, вот сейчас появился еще и новый сегмент. Вот он очень эффективный, и на нем решаются разнообразные важные задачи. Что касается численных методов, то здесь используются, значит, полунеявные разностные схемы, значит, ну, если так посмотреть, здесь видно, что схема Адамса Бэшварда используется и кранка Никольсон, ну, с сочетанием. То есть она вот частично неявная получается, вот ее способ построения позволяет применять известный метод прогонки вдоль вертикальных сеточных линий, вот. Ну, и это создает хорошую базу для, вот, именно создания эффективного параллельного алгоритма. Для создания параллельного алгоритма здесь используется принцип двумерной декомпозиции. Вот дальше на картинку, если перейти, то вот слева вы видите, ну, это можно сказать область. Если мы сверху смотрим на вот этот кубик с узлами, вот черненькие – это узлы, тоже здесь у нас узлы есть, значит, а линия – это линии сетки. Вот, и если мы смотрим, ну, понятно, задача трехмерная, разбить ее нужно на количество параллельных процессов, которые мы будем использовать. Вот, вот, здесь и разбивается на четыре. Здесь вот показано, ну, четыре, потому что так нарисовано. На самом деле используется, мы используем до 576 нам, сколько нам дают, потому что на кластере есть больше узлов, ну, нам вот дают столько. Для того, чтобы вот красным указан сеточный шаблон, для того, чтобы этот сеточный шаблон, понятно, что он будет, как говорится, выходить за границы, под области, ну, вот, чтобы вычисления были однородные, как правило, в параллельных вычислениях добавляют еще столько, ну, их называют, как бы скрытых линий сетки, которые вот для однородности вычислений, чтобы там и условные операторы не ставили, что замедляет вычисления, вот, добавляются по периметру вот каждой области. Ну, и вот, соответственно, эти значения надо обновлять. Получается, что основная проблема в параллельных вычислениях, то есть вычисления будут вестись независимо в каждой под области, но для того, чтобы вот эти вот с беленькими узлами значения обновлять, нужно пересылать данные от одних процессов другими. Современная вычислительная техника, многопроцессорная, с распределенной памятью, ну, суперкомпьютеры, кластеры, она устроена так, на настоящем этапе развития, что вычисления где-то быстрее на порядок, ну, чтобы одно число посчитать, так, грубо говоря, потратится времени в 10 раз, может быть, 20 раз меньше, чем передать одно число вот от одного параллельного процесса другому. То есть вот эти вот расходы на передачу данных, они существенные. Поэтому, хорошо, важно очень является разработка эффективных параллельных алгоритмов. Ну, вот, все-таки вот эта идея, которая здесь изображена, вот с такой декомпозицией, с такими схемами, которые, разностными схемами, которые мы используем, удалось получить, ну, в общем, хорошее распараллеливание. Штриховая линия здесь представляет собой идеальный случай. То есть мы вообще хотим, если мы хотим, допустим, 500 процессоров взять, то мы и надеемся, что наша задача будет в 500 раз быстрее считаться. Ну, вот эта линейная зависимость, она здесь и приведена. Красная – это с учетом передачи данных, то есть решения одного уравнения, видим, что достаточно неплохое соответствие получается. А если в, значит, в этом ускорении не учитывать затраты на передачу данных, то мы увидим, что с ростом количества параллельных процессов у нас даже суперускорение наблюдается, то есть выше, чем теоретическое. Простите. Ну, там есть, да. А ГПУ не используете графические? Графические контроллеры для параллельных вычислений? Тензорные вычислители? Значит, мы использовали для решения одного уравнения, поскольку в нашей модели где-то порядка 10-15 уравнений вот того типа конвекций и диффузий, которые я рассказывал, использовали, получается вот такая вот интересная ситуация. Значит, если одно уравнение решать на кластере, то и вот графическая карта, которая дальше тут, она где-то у нас есть, нету ее тут, вот тут она написана, то получается где-то 100 узлов кластера эквивалентно одной вот этой графической карте. Конечно, конечно. Да. Но, к сожалению, когда большие задачи решаешь, уже на графических картах так не получается, там проблемы с оперативной памятью, с распределением данных. Ну, в общем, пока еще не сделали. Хотя, тоже, если говорить про современные вот эти модели, то там, где можно, там везде добавляют либо вот использование графических карт, ну, где-то алгоритмы попроще. Ну, они просто преимущественно имеют, что все интерфейсы внутри, вот на передачу данных уже не тратится столько ресурсов. Да. Это я согласен с вами, но пока вот таких вот моделей, что только на одних графических картах нет, не получается, просто массовые очень вычисления нужно проводить большими объемами информации, там, передачи и так далее. Так, ну, я немножко убежал вперед. Так, ну, в общем, здесь и система с общей памятью тестировалась. Ну, в общем, кластер, конечно, он оказался, вот, за счет того, что он сложные, большие задачи решает и масштабируется достаточно хорошо, до 576 процессов. Ну, вот мы его как-то дальше и выбрали. Ну, одно из направлений, это было повышение порядка точности разностных схем. Ну, вот была предложена, разработана одна схема с использованием, вот, как раз, результата вот новосибирских коллег, вот, как я говорил, наших завьялов, квасов, Мирошниченко. Вот там как раз есть теорема про сплайны, про весовые сплайны, то есть какие условия нужно соблюсти, чтобы весовые сплайны, в общем-то, давали монотонное распределение зависимой переменной. Ну, вот преимущество, вот, посмотреть можно на этой картинке. Вот если у нас есть четыре значения, которые мы собираемся там интерполировать, вот, два нулевых и два там единицы равно, то если мы используем там, скажем, многочлен, интерполяционный многочлен Лагранжа или кубические сплайны, то у нас получается не монотонное распределение, а это, в общем, совершенно не годится, если мы, допустим, концентрацию моделируем, которая меняется от нуля до единицы. То есть у нее и отрицательные значения появляются, и положительные, и больше единицы. То есть это, в общем... А вот весовые сплайны, они как раз дают вот такое вот монотонное распределение, и значения, они не выходят за границы этой величины. Ну и преимущество получилось потом этой схемы, вот простое уравнение, значит, которое описывает физический процесс, это распространение примеси от мгновенного источника, ну, допустим, взорвалось что-то, и вот начинает полем ветра турбулентностью переноситься, там распространяться и так далее. Вот. Вот такая задачка, она имеет аналитическое решение, у Гурия Ивановича Мурчука, в его книге монографии есть, в общем, можно воспользоваться. Ну и вот если обратить внимание, то вот эта сплайновая схема с розовенькими кругляшками, она дает наиболее близкий к аналитическому максимуму. Это вот важно, потому что особенно, если вы собираетесь качество воздуха моделировать, и ваша схема где-то в два раза меньше максимум показывает, то понятно, что можно обмануться и считать, что с качеством воздуха все хорошо, а на самом деле это ничего хорошего и нет. Ну, если моделируешь, прогнозируешь это все численно. Вот. Поэтому вот такая схема была разработана. В принципе, она была использована для моделирования тут, ну, область 50 на 50 километров, в середине город. Ну, и здесь как раз поле ветра очень сильно менялось. Оно сначала был северо-западный ветер, а потом практически на 180 градусов ее развернуло, и примесь, в общем-то, стала поступать внутрь, ближе к городу. Ну, преимущество здесь сплайновой схемы, ну, вот здесь не так отчетливо видно, как на предыдущем рисунке. Просто область максимальных значений, она лучше моделирует. Ну, вот видно это на нижнем ряду, сплайновая и схема мускул ванлира. Здесь вот область справа, у правой границы, она больше, чем то, что моделирует мускул. Ну, вот это видно. Так, ну, надо быстрее двигаться. Так, ну, здесь приведены все параметры, какие мы используем при проведении расчетов. Как я говорил, что, в принципе, здесь очень много, где-то порядка 5000 процессов, но вот нам дали только 576, потому что, ну, то и то для научных исследований, потому что там время, в общем-то, платное в основном. Ну, как-то мы вот так. Ну, и вот ускорение здесь приведено. Здесь вот с самой программой, которую мы разрабатываем, то есть оно можно говорить о том, что порядка 80% на двух сетках, тут два вида количества узлов. Ну, в общем, где-то у нас полмиллиона и, по-моему, два миллиона узлов. Вот, и вот, в общем-то, достаточно неплохие результаты. Нас очень долго мучил рецензент вот из этой статьи, которую мы опубликовали. Он как-то не верил нам, что у нас такие хорошие результаты получились. Ну, пришлось нам показать, что у нас достаточно все хорошо считает. Ну, это разные части программ там, и за турбулентность, и за давление, за скорость отвечают. Ну, единственное, вот с давлением коричневая кривая, она вот загибается, поэтому сейчас мы над этим усиленно работаем, чтобы, как говорится, вот красная линия – это вот итоговое ускорение нашей параллельной программы, графики нарисованной. Ну, в принципе, конечно, оно отличается от идеального ускорения, но задача достаточно сложная, и с обменами данных здесь тратится много времени. Ну, и вот тут отдельно я еще по параллельным вычислениям несколько метрик хочу показать, как оценивают. В основном вот это вот ЕА рассматривают, это эффективность абсолютная, то есть берется время расчета последовательной задачи, время расчета задачи на П-процессах, и делится еще на П. Ну, это вот как бы штриховая линия, она показывает, что у нас выше 0,7. Сейчас вводят еще новые метрики, например, сравнивают эффективность, уже рассчитанную абсолютную, с предыдущей эффективностью. Ну, в этом случае мы говорим про верхнюю кривую с открытыми прямоугольничками, там вроде получше получается. Ну, и вот слабую эффективность еще ввели, вот с W-буковкой. Здесь, значит, основная идея, чтобы объем вычислений был одинаков. Ну, то есть, если мы берем, значит, переходим сетки, скажем, в 4 раза больше узлов, да, и применяем в 4 раза больше процессов, то вот это вот тоже, вот это вот слабая эффективность называется. Ну, то есть, получается, что плотность вычислений не одинаково должно быть. Ну, и вот с крестиками у нас тоже достаточно, ну, вот 0,9 получается. То есть, эффективность – это на сколько процентов мы используем процессоры. Если мы на 50% используем, то 50% мы просто греем атмосферу. Мы этим занимаемся, этого делать не нужно, потому что это может привести к нехорошим последствиям. Вот. Дальше, значит, как мы, что мы привлекаем для того, чтобы вот проверить наши, значит, все вот эти результаты. Значит, это приборы Института оптики атмосферы, значит, американская модель, Национальный центр атмосферных исследований Weather Research and Forecasting, ну, и модель качества воздуха, Comprehensive и Quality with Extensions. Ну, здесь надо немножко так. На этом этот слайд закончился. Так, а как мне теперь следующую мою часть подключить? Быстро. Ну, я дальше сейчас будут просто результаты. Я где-то, наверное, постараюсь, чтобы… Ну, именно что мы, как говорится, собираемся тут показывать. Спасибо. Ну, вот, что мы моделируем? Это все фотографии из города Томска. Значит, туман, сильный ветер – это опасности для аэропорта. Значит, осадки, мороз. Ну, тоже здесь и для людей. Ну, и качество воздуха. Вот. С помощью вот этого программы. Вот здесь такая замечательная фотография в интернете нашлась, которая показывает роль температурной инверсии. То есть, когда температура… Ну, вообще, земля теплая, космос холодный, поэтому температура должна уменьшаться с высотой. Но бывают случаи, когда она с высотой растет до какого-то уровня. Это очень плохо, потому что это приводит к тому, что рассеяния примесей нету никакого, турбулентности нету никакой. И вот город Алма-Ата там представлен, как говорится, он находится в котловине. И один из… Ну, на одной из конференций я слышал даже такое предложение, что надо в горах пробить тоннель для того, чтобы проветриваемость была лучше. Ну, вот это вот реальная фотография. То есть, примеси, она там накапливается, и деваться ей некуда. Ну, вот эта инверсия, она и в Красноярске тоже приводит к тому, что качество воздуха понижается. Ну, чтобы моделировать перенос примесей, тоже используется уравнение с химическими реакциями. В общем, здесь все описано, оно есть. Вот, естественно, учитываются выбросы городские, значит, ну и взаимодействие с поверхностью. Ну, некоторая нормализация выбросов с учетом того, что дает нам департамент природных ресурсов, осуществляется. Вот, значит, это вот область 50 на 50 километров, город Томск в середине. Значит, разные категории землепользования. Красная – это городская, темно-зеленая – это лес хвойный, значит, смешанный зеленый. Ну, и тут вот разнообразные поля там, желтые и так далее. Вот, тут два пункта, вот, БЭК и Институт оптики атмосферы. БЭК – это базовый экспериментальный комплекс, там у них очень много приборов размещено. Ну, и аэропорт, там есть аэродромная метеостанция, значит, то же самое мы данные с этой метеостанцией используем. Ну, вот это условия применения Национального центра атмосферных исследований США. Модели здесь написано, ну, я думаю, вам подробно. Ну, что-то вот здесь вот результаты представлены. Здесь, значит, по где-то шесть картинок. Это моделирование осадков. Давайте на одной картинке подробно остановимся. Значит, температура воздуха, вот справа два столбца – это графики расчетов по модели ТСУНМ-3. Значит, правые два столбца – это по модели ВЭЗА-Резетчин-Феррекастинг. Разные пункты наблюдений здесь точками отмечены. Значит, линии – это расчеты, штриховая – это вот как раз по модели ВОРФ, сплошная – это по нашей модели. Ну, в общем, в принципе, здесь приведены температура, скорость ветра, давление приземное, направление ветра и интенсивность осадков. Ну, значит, если так интегрально сказать, что вот эти слабый ливневый снег, слабый снег, там написано, сколько за 12 часов миллиметров выпало. Ну, модель американская немножко завышает количество осадков, но у нас так немножко меньше получается пока на том этапе, на котором мы находимся, развитие. Ну, в принципе, вот, например, слабый ливневый снег с 4 утра до конца суток, мы видим вот на правом графике, и та, и другая модель, в общем-то, моделирует выпадение. Ну, здесь еще один вариант, тут и с порывами ветров, тоже снежные осадки. Ну, в общем, достаточно неплохое соответствие тут и по полям скорости, температуры, давлению, управлению ветром. Ну, в общем, так сказать, чтобы какая-то совсем модель не схватывала, не скажешь. Сильный ветер, то есть ветер больше, ну, где-то порядка 10 метров в секунду, он сопровождается, как правило, порывами до 20 метров в секунду. Ну, понятно, что при посадке самолетов это надо учитывать каким-то образом. Вот эти порывы ветров, они фиксируются в аэропорту, вот, города Томска. И, ну, я думаю, во всех аэропортах тоже это есть, в эти метеостанции. Вот, ну, в принципе, вот наша модель, она, ну, тут неплохо согласуется, вот, если, опять же, по кривым смотреть, вот этой вот модели, которую мы выбрали в качестве тестовой, она очень широко распространена. Если вы начнете просто считать, сколько, какие модели используются в публикациях по численному прогнозу погоды, то модель ВОРФ, она где-то процентов, наверное, 90 занимает. То есть она очень, она открытая, ее можно использовать в любом месте земного шара. Вот поэтому, ну, вот в качестве тестовой, поэтому она здесь и была выбрана. Ну, вот гроза, гроза, которая сопровождалась в Томске, что заливало тут все, все улицы, вот. То есть здесь даже вот сотрудники гидрометцентра Томского отделения, тут такие страшные слова там говорили, что очень сильный ветер был. Вот, то же самое здесь сравниваем, ну, модели, значит, по модели ВОРФ получилось осадков где-то 20 миллиметров, это много достаточно за сутки. Ну, а по нашей модели поменьше, конечно, но то же самое, вот факт, что вот вечером были интенсивные осадки в виде дождя, ну, та и та модель, она, как говорится, схватили. Туман в аэропорту, то же самое здесь сравнение двух моделей, значит, по температуре воздуха, по влажности. Видим, что во время тумана, туман был очень продолжительный, с часу до 9 часов, с видимостью до 100 метров всего лишь. Вот, и вот мы видим, что это было тогда, когда была стопроцентная влажность воздуха и штилевой ветер, ну, вот, и та и та модель, в общем-то, это, как говорится, показали. Ну, еще один случай, тут другой, другая дата, тоже туман был, тут вообще до 50 метров видимость падала, вот, ну, в общем, то же самое, стопроцентная влажность и штилевые условия, ну, и сильно резкие изменения температуры в течение суток. Ну, и заключительный случай, это качество воздуха в Томске, значит, вот красным написано, совокупность вот таких факторов, штиль, приземные инверсии, температура, я вам говорил про это, высокая влажность, и, ну, в печати это любят называть режимом черного неба, а метеорологи называют, значит, неблагоприятными метеоусловиями. У них там есть какие-то свои способы, как они эти неблагоприятные метеоусловия определяют, но они выставляют информацию, прогноз, что вот, скажем, с такого-то по такое, ну, вот дальше давайте, случай я вот перевожу, это я взял из печати, вот то, что есть на сайте, можете вот тут по ссылке посмотреть. Вот прогноз 13-13 января 2022 года до 14 января, будет неблагоприятно. Еще они там на три дня тоже указали, что будут неблагоприятные условия. Значит, поскольку мы располагаем математическим обеспечением, мы решили попробовать, как говорится, эти все условия смоделировать. Действительно так было или не было, ну, есть у нас модели, почему бы не попробовать. Да, вот здесь еще в каждом городе сейчас, ну, не в каждом, а в тех городах, где неблагоприятные метео-качество воздуха устанавливают, есть фирма City Air, называется, они устанавливают приборы и проводят наблюдения. Ну, Томск, например, проверяют всегда на вот частицы, PM это particular met, то есть частицы размером до 2,5 микрон, это очень опасная такая, значит, загрязнитель воздуха, который при вдыхании потом может в кровь попадать и разноситься по всему телу, там где-то саждаться, это очень нехорошая вещь. Вот, ну, и частицы там до 10 микрон, ну, эти как пыль считается. Ну, вот видите, действительно, 13 января, это в Томске, тут два поста у нас всего наблюдения, в Красноярске там порядка 10 таких постов есть, там еще и газы мерят, вот. Вот, значит, в Академгородке достаточно более, ну, в общем, 13-го и, ну, 27-го там до 30-го такого не было, а у 13-го был такой случай весьма, как бы, с зашкаливающими значениями. Мы сравнивали эти наблюдения с наблюдениями, которые дает нам научный центр, ну, в принципе, периоды совпадают, но масштабы меньше. Ну, и вот здесь, если вы посмотрите, тут наблюдения, расчеты, надо мне заканчивать уже. Вот верхняя серия графиков, это вертикальные профили температуры, точки это наблюдения в двух пунктах, Томске, это то, что нам Институт оптики атмосферы дает, сплошная линия, это наши модели. Ну, видим, что здесь очень сильная такая инверсия, мощная, там, до высоты 500 метров. Ну, а то, что тут внизу, это уровень турбулентности. Чем выше уровень турбулентности, тем меньше примесь, примесь, так сказать, распространяется лучше по атмосфере, то есть меньше концентрации. Это второй случай был. Ну, второй случай, если в этом случае еще уровень загрязнения высокий был, а то здесь видно прямо, как атмосфера очищается, потому что было воскресенье, и, по всей видимости, те, которые выбрасывают загрязнение, ну, вот эти частицы в атмосферу, они, наверное, не работали. Вот поэтому вот в этот день, судя по верхнему правому, значит, распределению, там концентрации понижались. Ну, и последний, давайте, график посмотрим. Действительно, вот мы смоделировали, это вот эти вот, слева это наблюдение, справа это индекс загрязнения атмосферы наш. Так вот, значение 6 этого уже, как говорится, близки к опасному, так, получилось только вот при одних и тех же условиях, при одних и тех же выбросах примеси, получилось, что 13-го до 6-ти у нас численно спрогнозировалось, что действительно были плохие, неблагоприятные метеоусловия. А вот в других случаях, и в которых мы рассматриваем, ну, там, в общем-то, достаточно нормальные условия были. То есть, как говорится, здесь метеоусловия, ну, показали. Ну, и вот, главный-то результат всего этого, сейчас мы пытаемся, значит, ну, оно даже есть, если бы здесь можно было, я вам показал, запускается каждый день программа на нашем кластере, результаты нашего прогноза, они выкладываются в картинки, ну, естественно, это ничего не сертифицировано, и пользу от этого местные медслужбы, они могут просто как-то на это смотреть, учитывать, совпадает с их прогнозами, не совпадает, то есть предупреждать население, не предупреждать население о неблагоприятных в террологических условиях. То есть, вот это возможно. Ну, такое программное обеспечение есть. Ну, здесь основные результаты, которые приведены, я, наверное, закончу. Спасибо за предоставленное время. Так, большое спасибо. Плагодарим докладчика. Вопросы? У меня есть парочка вопросов. Первый короткий. Используются ли искусственные нейронные сети в прогнозе погоны? Да, вот в последнее время мы занимаемся, значит, была магистрантка, сейчас она в аспирантуру поступила, значит, мы моделируем, значит, уровень загрязнения. По данным наблюдений мы тоже делаем, пытаемся делать прогноз в точке, на сутки. Ну, допустим, вот есть какой-то у нас там временные ряды, скажем, на два года. Обучаем нейронную сеть, используем рекурентную сеть, с долговременной, краткосрочной памятью. ЛСТМ есть такая сеть, вот, и с помощью нее моделируем лучше, хуже, чем стандартную. Ну, она как, она ведь, это локальное все. И сети, они, как правило, ну, и температуру воздуха, они хорошо моделируют вот такие ситуации, когда, ну, спокойно все. А вот, допустим, если там гроза прошла, ну, резкие такие, то есть они, потому что гроз-то на самом деле мало, их же обучить надо, эти сети. Вот, и они, ну, и вот у нас, мы даже моделировали с ней с помощью сетей, вот, наличие осадков и отсутствие. Так вот, сеть прогнозировала, что осадков не будет, она лучше прогнозирует, чем осадки будет, потому что, ну, чаще-то осадков нет. Ну, вот, то есть занимаемся этим, да. И второй вопрос, ну, тоже так, для обывателей совсем общо. Как оценивается достоверность прогноза? За какие показатели вы боретесь? Что получается? Я понимаю, что это очень сложный вопрос, но все-таки есть ли какой-то ориентир? Какая достоверность прогноза для вас цель? Ну, у метеорологов есть такое понятие оправдываемость. Здесь я, как не метеоролог, я, наверное, не скажу. Ну, а в основном, как мы пользуемся в науке, как в научной, в общем, литературе, то есть метрики, там, среднеквадратические ошибки, например, используем, там, максимальная ошибка. Ну, разнообразные критерии. То же самое для нейронных сетей, тоже это обязательно мы проводим, насколько правдив наш прогноз. То есть, ну, какие-то количественные показатели. Вот. А так, ну, честно скажу, у нас в нашей команде есть доцент с кафедры гидрометеорологии, в метеорологии и климатологии в Томске университет. Вот она вот это все знает очень хорошо. И мы ей верим, она когда выдает, там, можно или нельзя, ну, как говорится. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.